Привет, друзья! Мне вся истерика позвонила моя близкая знакомая Роза Альнамли. Гарит на ужин, вечером ожидает себя очень дорогих гостей. В телефонном разговоре не понял, что у него случилось. Поедем выручать. Михо, привет! Пришел меня рятувати. Самые красивые Розы для прекрасной Розы. Заходь. Давай. Что случилось с Розочкой? У меня день народжения. Я уже святкую тиждень цей день народжения. И сегодня до меня мают прийти мои сестры. Я вирішила приготовить для них курку у гарбузи. И, Михо, я ее зипсувала. Ну, пошли посмотрим. Ходи, я тебе покажу. Ну, майже красиво. Дуже аппетитно выглядит. А что, в середине? Я знаю, что ты очень хорошо жартуешь. А в середине у меня курочка. Ну, открывай. Не боись. Дай мне, пожалуйста, белочку, ножичек и тарелочку. У меня такое чувство, что вроде ты курочку варила бульоне. Я хотела, чтобы на ней была засмажена золотистая скоринка. Цю страву я побачила у гостях разом с девчатами. Она им очень понравилась. Я пыталась сделать для них сюрприз, и ничего не вышло. Понятно. Розочка, смотри. То, что ты хотела, чтобы у тебя была золотая корочка, под крышкой она у тебя просто тушилась. Понимаешь? Да. И тыкву я попробовал. Она у тебя очень пресная. Вроде такое чувство, отварная картошка, мундирка. Иногда расстраивается. Тем более, это блюдо очень вкусное. Я думаю, твои сестры просто будут его обожать. Ну что, начинаем? Так, Михо, начинаем. Но я хочу все детально запомнить, поэтому я сбегаю за камерой. Ну давай. Доброе? Да. Это будет, кстати, очень интересно. Снимаем нашу чудовую кулинарную историю. Привет! Ну все, готово. Давай мы сперва разберем твое блюдо. У нас здесь тут три компонента. То есть это курочка, внизу, я так понял, у тебя овощи. И горбуз, естественно. Давай две большие тарелки. А я при этом достану свой супер чемоданчик. Да помог ты тебе? Да. Давай, выкладывай сюда голени. А я при этом объясню тебе твои четыре ошибки, которые в этом блюде я вижу. О, видишь, как у тебя овощи просто пропарились. Пропарились, мы высыпаем отсюда все то, что такое. Чтобы исправить это все вкусно, ярко и зажарено, и запечено, в одном случае, для этого у меня есть такой супер чемоданчик. Здесь все самое необходимое, которое мы придадим. Ты как виктор, всякий кухар. Да. Теперь мы исправляем ошибки. Смотри, так, в этом блюде, чтобы курушка у тебя выглядела как золотистая, ни в коем случае нельзя его оставлять на шкуре. Его надо удалить. Это первое решение. Второе, не очень презентабельно и красиво подавать его на хряще от косточки. Мы делаем вот здесь просто надрез под косточки, и его просто из обратной стороны просто стягиваем до этого хрящевого части. Нам надо просто отрубить вот эту хрящевую часть косточки. И его просто... Смотри, как красиво получилось. Так, ты пока снимай кожицы из них, а я потом их порубаю. Ну, пока ты снимаешь шкуру, я приготовлю маринад, который решит нашу третью ошибку, который без этого маринада, ну, никак не получится вкусное блюдо. Потому что без него тыква у нас будет пресная, мясо не хрустящее, овощи не пропитаны. Для нашего маринада нам понадобится уксус бальзамический, соевый соус, чеснок, лимон, мед обязательно, потому что мед с бальзамическим уксусом скарамелизировать, да, с корошком нашего курочку. Ну, и обязательно без зелены, кинзы и розмарина никуда. Это очень ароматные травы, которые обогащат вкусом нашу тыкву. Вот то, что нам необходимо. Ой, ты так быстро не справился, молодец. Так, значит, для этого у меня есть вот такой сикачок. Сам взял, щиканул, и все окей. Да, такой ниш в руках, это очень опасно. Чего? Подержи. Нет, лучше не надо, дай мне. Убираем наш чемоданчик. А что тебе подарили, кстати, если не секрет? Мой любимый подарок – фортепиано. О, ты умеешь играть, кстати, на фортепиано? Нет, в том-то есть права, что я... Слушай, готовиться не умеешь, на фортепиано не умеешь. Тогда зачем тебе фортепиано? Да, вот это моя мрия. Косточки мне удалили, теперь займемся маринадом. Ты мне обещала помочь. Да. Почись, пожалуйста, два зубчика чеснока. Я слышал, кстати, что у тебя сестры очень вкусно готовят. Ну, я тоже очень вкусно готовлю, просто у меня на это не мое время. Особенно я не люблю готовить для себя. Для других люблю, а для себя я не люблю готовить. И они всегда делают такой красивый стил, вкусный. Ну, тогда тем более, мы сегодня так должны сделать, чтобы не попасть в неловкое положение. Скажи мне, пожалуйста, это у тебя олень? Так. Где-то буквально нам достаточно здесь 4-5 столовых ложек. Добавляем сюда лимон и фреш. Если косточки упадут, тоже ничего. Ты знаешь, почему я катал лимон по столу? Ты так смотрела. Я из-за того, видишь, сколько мы сока извлечили. Когда мы катаем лимон по столу и любой цитрус, внутри образуется много сока. Добавляем сюда столовые ложки мёда. После этого добавляем сюда 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем также уксус бальзамический. Буквально 2 столовые ложки. Дави, пожалуйста, мне 2-3 зубчика чеснока. Очень меленько-меленько на шинку. Опа! О! Опа! Я вичеваю себя самураем. Теперь меленько на шинку. Чем мельче, тем лучше. Давай я тебе помогу. Давай. Нам просто в этом блюде нежелательно, чтобы были крупно рублены чеснок, потому что она не будет приятно выпутить. Опа! И больше пряности. Смаку, да. Я сейчас буду рубать зелень. Возьми кисточку. Стенка тыквей, пропитывай с этой маринатом. Бери руку, не бойся. Хорошо, по бокам полностью смазывай. Хорошо? С этим маринадом просто наша тыква приобретет шоколадные нотки. Это будет очень вкусно. А, Михо, а скажи, а тебе когда день народжения? У меня 24 серпня. День независимости Украины. А я как же. Михо, а в доме ты любишь готовить для своих близких? Вот это и есть моя беда, розочка, если хочешь знать. Потому что они стараются в любом виде меня как-то привлечь к готовке. Понимаешь? Ну и у нас дома такого нету. Я готовлю, ты не готовишь. У нас кто первый пришел, то и готовим. Но ты не думаешь, что я с вами последний прихожу. У меня вечно получается, что я с вами первый прихожу. Теперь мы берем большую ложечку. И слоями сейчас будем ложить наши овощи. Картошку с грибами и с черносливом. Накладывай, накладывай. Хочешь, я тебя ближе подержу? Вот так. Стягивай, чтобы эта юшечка у нас тоже ушла туда. Потому что в этой юшке тоже есть много своей прелести. Это пустила курочка, чернослив, грибочек. Ой, кстати, я забыл. Самый главный ингредиент. Курка? Нет. Сейчас увидишь. Опа. Виноград? Да. Обязательно в этом блюде она должна быть. Это виноград кишмиш. Ты знаешь, что она без косточки. Так. Ну, если у тебя нет свежей, ничего страшного. Дорогие мои, вы можете добавить сушеный кишмиш. Смакота. Теперь сюда же добавь вот так кинзы. Сюда же добавляем еще несколько виноградина. Теперь сюда же посылаем слегка нашего соуса. Достаточно. Кстати, что есть у тебя холодненько? Можно посмотреть? Хочу перец чили. Перец чили? Да. Смакота. 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 Ты шо? Молодец. Уважаю. Это даст еще один неповторимый вкус. Не будем много косточки. Мы его не отделяем. Мы начинаем с этого стороны просто наискоса чуть-чуть. На 30 градусов, потому что если мы по кольцу режем, она сильная острота. Если мы берем на 30 градусов, то она не сильно острая, полуострая, можно сказать. Поэтому я теперь машинкую чуть-чуть вот так. Уже хочу есть. Вот эти. Так богато. Нет, это не богато. Еще не забывай. У нас еще курочка сверху будет прикрыта ароматом. Ну и последний слой нашей кинзы. Теперь выкладываем сюда аккуратненько, розочка, нашу курочку. Как ромашечку можно так. Угу. Так. Опа. Песня. Молодец. Теперь остаток нашего соуса обильно заливаем сверху. Так, все полностью. Все готово. Залишилось только запекти? Да. Но здесь… Крышечку хочу закрыть. Да ни в коем случае. Вот это была твоя четвертая грубейшая ошибка. Чтобы тиква была не разваренной, мы должны открыть крышечку за 20 минут до его доставания. Угу. Полностью приготовления. То есть в течение часа при 190 градусах запекаем закрытой крышкой. Смягчилась тиква, приготовилась курица, стушилась картошка. Потом открываем крышечку, даем еще на постоять 20 минут. Угу. Пока верх не зарумянится. Тогда пропитает весь маринад тиква. У нас будет вкусная. Духовка у нас включена, да? О, как раз, да. Не накрываем уже крышечку. Уже не нужно. И я его отправляю в духовку буквально на 15-20 минут при 190 градусах. Розочка! Так. Слушай, иди посмотри, что у нас получилось. Ох! 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 Боже! Я наветь себе уявляла трошки иншу страву. Вся вышла еще красивейшую. Вот смотри, какая золотистая корочка. Дуже красива. А как она карамелизировалась. Так, телефон. Вибачь, Михо. Да, ничего, говори. Я пока. Сестра телефонуюсь. Серьезно? Не успели? Алло. Вони уже поднимаются. Ребята, давайте, все уходим. Уходим. Спасибо большое. Я пока постараюсь Розу помочь. А как ты мне допоможешь, если они прийдут и увидят тебя, они зрозумеют, что это не я готовила. Это справа. Спрячь меня. Михо, у меня после минулой вечерки дещо залишилось. Почекай, пожалуйста. Да? Ну неси, давай. Представляю, подойдется. Так, это твоя. Одягай швидше. Аби девчата не догадались. Швидше, швидше, швидше. Прошу тебе. Они что, знают, да? Михаил, я не знаю, что дальше делать. Да ты не переживай. Иди, открывай, встречай гостей. Я здесь все организую, украшу. И ты их проведи комнату, потом я сделаю вид, что в чину кран. Хорошо? Я тебе дякую. Давай, давай. Привет. Привет. Девчата, сюда это за стил. Зараз я вложу вам справжение. А это кто? Добрый день. Здравствуйте. Это у меня сломалась машина и ко мне я посе. Это майстер. Ааа. Ну что, мы будем зараз пробовать мою страву. Давайте. Просто добавляю грибы. Ммм. Это божественно. Роза. Как ты это сделал? Принимаю работу. А вы хотите поесть? Нет, нет, дядька. Всего доброго. Приятного аппетита. До свидания. До свидания. До свидания. Очень зря, очень вкусно. Девчатам дуже подобается моя страва. И я задоволена и счастлива. Михаил, дякую тебе. Опоздал сейчас. Фу, ребят, чуть не попались. Ну все хорошо прошло. Вы знаете, я не поверил. Роза со своими сестрами такие похожи, ну две капельки близняшки. Это просто прелесть. Вот видите, умение маленькой хитрости и моего чемоданчика можно спасти любого блюда. Так что обращайтесь. Все, ребят, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова